Библейский портал экзегет.ру представляет Ну и как же вот это покаяние произойдет? По улицам Иерусалима идите. Смотрите, разузнайте, на площадях ищите, найдете ли где человека. Есть ли где хоть один справедливый, стремящийся к правде, и тогда я прощу столицу. Помните, Содома Гоморру Господь не помиловал, потому что не нашел там десяти праведников. Вот здесь он говорит, в Иерусалим ну хотя бы один найдется, и тогда не будет разрушения бедствия. Говорят они, жив Господь, но клятвы эти лживы, жив Господь, формула клятвы. Око твоего Господь разве не увидит правды? Ты сокрушал их, они не отступились, убивал, невразумил их кара. Стали они черствее камни, отвергли раскаяние. И сказал я, ну скорее всего это говорит Иеремия, но он как носитель этой вести тоже сам комментирует то, что происходит. И сказал, а то бедняки, они неразумны, не знают они пути Господнего, справедливых законов Божьих. Ну что с них взять, работают тяжело, книг не читают, неразумные дети. Пойду я к знатным, говорить буду с ними, ибо знают они путь Господень, справедливые законы Божьи. Но они тоже Ермо разбили, разорвали узы. Ермо, то есть закон, который их связывал. «Потому напал на них лев из чащи, волк степной их терзает, у городов леопард караулит, кто из города выйдет, будет разорван в клочья, ибо велики грехи их, нет числа их изменам. «Как прощу я тебя, твои дети меня отвергли». Это уже Господь обращается к Иерусалиму, к Иудею, как к этой самой блудной женщине. «Твои дети меня отвергли богами ложными клянуться. Я питал их, они предались разврату. В домах блудниц толпятся. Словно сытые жеребцы они похотливы, каждый ржет призывно, глядя на жену соседа». Неужели за это их не по кара, говорит Господь? Вот у нас был в предыдущих главах образ дикой ослицы, которая носится в поисках самца. Здесь это, соответственно, и мужчины тоже сравниваются с сытыми жеребцами, которые ржут, глядя на чужих жен. «На стены его взбирайтесь, ружьте, до конца уничтожьте. Сады его разоряйте, он теперь не народ Господень. Ибо предали меня дом Израиля и дом Иуда, говорит Господь. От Господа они отрекались, говорили, нет, не он, не придут к нам беды. Меча и голода мы не узнаем. Пророки эти, что ветер, не открыто им слово, пусть это все случится с ними». Ну, то есть, пророки, которые говорят приятные вещи. Иеремия с самого начала отправлен противостоять царям, знати, священникам и всему народу, говорить от имени Бога то, что они совершенно не хотят слушать. «Так говорит Господь, Бог воинств. Говорят они слова такие, потому в уста Твоя я вложу мое слово, как пламя, и станет народ сей дровами, и пожрет его пламя». «О, дом Израилев, я пошлю на Тебя народ далекий, говорит Господь. Народ могучий, народ древний. Языка его ты не знаешь, не поймешь его речь». Имеется в виду, конечно, вавилоняне. «Колчан его, как отверстая могила, каждый воин его силен». «Колчан, как могила, то есть стрела из него достается, и они убивают. Он пожрет урожай твой, хлеб твой, сыновей твоих и дочерей, овец и коров пожрет он, и виноград, и смоква». Имелось в виду в предыдущей главе, что языческим богам приносится все это в жертву, вот теперь некий другой, чужой народ все это заберет себе. «Он мечом разобьет твои твердыни, на которые ты уповаешь. Но даже в те дни, говорит Господь, не до конца я истреблю вас». Вот одна из постоянных тем, не до конца разрушение, уничтожение Израиля не будет окончательным. И когда спросят, за что Господь Бог наш сделал нам все это, ответим, «Вы оставили его и служили на своей земле чужим богам, поэтому вы будете служить чужеземцам на чужой земле». Логично, да, то есть своего не хранили, чужую придется. «Потомка Маакова о том объявите, поведайте иудеи. Слушай, глупый народ, лишенный разум. Есть глаза у них, но не видят, уши есть, но не слышат. Не меня ли должны вы бояться, говорит Господь, трепетать передо мною? Я песок положил границы морю пределом вечным, за которым море не выйти. Волны морские бушуют, но пределы одолеть не могут. Шумят, но его не переходят. А народ сию прямо не покорен, отвернулись, а они ушли прочь». То есть народ более буин, чем штурмовое море. «В сердце своем не говорили. Устрашимся Господа нашего Бога, который в срок нам дождь дарует и весной, и осенью, и весною назначил нам недели для жатвы. Преступления наши отняли у вас все это, грехи лишили вас блага». Вот, соответственно, преступления отнимают даже такие вещи, как смену сезона в подходящее время для жатвы. «Есть в народе моем злодеи. Хитрые они, как птицелов в засаде. Сети они расставляют, людей ловят. Словно клетка, полная птиц, в домах полны коварства. Потому возвеличились они, разбогатели, растолстели, от жира лоснятся. Творят они любые злодейства, неправедно судят. На тяж без сироты наживаются, дело бедняка не разбирают. Неужели за это их не покарают, говорит Господь? Неужели народу такому не отомщу я? Ужас и мерзость на этой земле творятся. Ложь вещают пророки. С их помощью священники правят. И народу моему это по сердцу. И после этого что же с вами будет? Ну вот, долгие подробные обличения. Пересказывать их, комментировать здесь, наверное, просто не приходится. Потому что все достаточно понятно. В Иерусалиме в Иудее царствует язычество. Но не только. Еще и ложь, еще и насилие. Вот это все обрекает это на уничтожение. Как будет выглядеть это уничтожение, мы прочитаем в шестой главе. Иерусалиме в Иудее царствует язычество. Иерусалиме в Иудее царствует язычество. Иерусалиме в Иудее царствует язычество.